Крейсер Содружества Итак, наша живучесть представлена боеспособностью в 30600, что для уровня вполне себе приличный показатель, но никакого ПТЗ тут нет, да и брони тоже по сути нет. Мы легкий крейсер, который танкует иногда сквозняками, а иногда ваншотами. Из позитивного тут пожалуй только то, что у крейсера есть ремонтная команда, и это позволяет существенно увеличить хп, которое мы будем дарить своим врагам. Таким образом, с одной стороны у нас большой запас боеспособности, с учетом хилок конечно же, ну а с другой стороны это хп теряется очень легко, ведь брони то нет, да и проблемы с выживаемостью еще исходят от маневренности. Корабль вроде и не крупный, но очень посредственен в динамике. Скорость хода невысокая, всего 31,5 узла без сигнала Сьерра Майк. Циркуляция 610 метров, а время перекладки рулей 8,6 секунд без разгона. И я думаю, именно в рулях кроется проблематика. Сложновато за счет активных маневров уклоняться от вражеских залпов или заходов авиации. Поэтому если лыжануть и попасть под фокус огня противника, то расковыряют тебя быстро. Тут правда на помощь может прийти маскировка. За счет инвиза можно пытаться избегать различных угроз. Все-таки заметность кораблей без применения каких-либо модификаторов составляет 11 километров, а с самолетов 6,4. Применив к этому банально перк капитана и камуфляж, маскировка становится одной из топовых на уровне. Конечно же, среди крейсеров, но какие-то тактические преимущества из этого можно извлечь. В самом примитивном случае часто удается получить право первого выстрела против линкоров и крейсеров. Ну и не забываем о том, что если перестать стрелять, то можно отсветиться, тем самым есть возможность сбрасывать фокус. В общем и целом получается такая картина, что за счет живучести можно переигрывать одноклассников на уровне, ибо хилки у подавляющего количества крейсеров нет, но под фокусом корабль тает на глазах. Также естественно опасны залпы ББшных линкоров, ибо могут сваншотить, так как маневренность не позволяет легко уклоняться от вражеского огня. Лучшим же качеством корабля является маскировка, которая при грамотном применении дарует шансы на выживание и нанесение урона. Но что куда важнее, судьба этого корабля и в целом весь его геймплей завязан на расходниках. При этом ремонтная команда далеко не всегда является основным фактором выживания. Как вы могли уже заметить, у нас есть дымогенератор малого хода, аналогичный есть если что на перте, ну и гап, чтобы в случае чего в этих дымах не отведать торпед. Ведь на большее он мало способен, крайне редко удается им обнаруживать эсминцы, потому что корабли он просвечивает до 4 километров, поэтому и нужен он для обороны от торпед, которые светят на 3 километра. Именно благодаря этой дымно-гапной связке вы и будете дамажить. Нужно лишь в нужное время подойти поближе, отдымиться и вести огонь. А в паузах между перезарядкой расходников искать места для скрытного нанесения урона или ведите стрельбу по кораблям, которые не обращают на вас внимания. Думаю, пояснив это и настало время перейти к нашей артиллерии, ведь она подарит вам непередаваемое тепло и удовольствие. Итак, наша ГК представлена тремя башнями по 352-мм орудия в каждой. Пушки несут нотку британских легких рейсеров, то есть стреляют только ББшками. И вроде как они настроены по аналогичному принципу. Утверждать, что это так я не могу, но по ощущениям схоже. Из особенностей, цитадели крайне редко выбивают даже на близких дистанциях и во время специфичных попаданий. Хотя и не пробить и с рикошетами более чем достаточно. Если кто-то становится носом или кормой, то много урона вы точно не нанесете. Сама же ББшка имеет альфу 3300, что вполне типичный урон для нашего уровня и калибра. Что же касается непосредственно характеристик орудий, то тут я бы сказал, что больше минусов, чем плюсов. Даже при самом оптимистичном взгляде, некоторые параметры ну максимум нейтральные. Начнем же с хорошего и постепенно будем погружаться в пучину хейта. По версии диванных нагибаторов, которые в комментариях нам обязательно расскажут, что корабль имба. Самый же лучший параметр орудий это точность. Рассеивание снарядов тут 130 метров, что более чем достойно. А вот теперь перейдем к нейтральным параметрам или к тем, которые не каждого устроят. Начнем с дальности, которая составляет 14 километров. Это конечно немного и часто возникает мысль, что ее не хватает. Но у нас хорошая маскировка, подвижные дымы. И в целом лично я не вижу особых проблем с тем, чтобы сблизиться, задымиться и пострелять. Главное своевременно отступить, что к слову не всегда выходит. Стреляем же на эту дальность мы далеко не быстрыми снарядами. Таким образом и баллистика у нас далеко не топовая. Но в рамках своего уровня и максимальной дальности стрельбы удается попадать по всем крупным целям. Хотя иногда и происходит парочка пристрелочных залпов. По эсминцам же оптимальная дистанция для стрельбы это километров до 10. Также к более-менее параметрам можно отнести углы стрельбы. Они нормальные. Но из-за времени перекладки рулей и скорости вращения башен, все-таки бывают моменты, что кормовую башню проблематично подключить к нанесению урона. Хотя тоже отмечу, башни крутятся вполне типично для крейсера. 180 градусов за 25,7 секунд. Но дело в том, что по отдельности эти параметры норм. Но их комбинация меня не вдохновила. Это, возможно, все вкусовщина. Но определенно есть корабли более приятные в этом направлении и на этом уровне. Даже далеко ходить не надо. В рамках премов и одной нации это, к примеру, Перд. Ну, к этому мы еще, наверное, вернемся. А теперь о самом печальном. Перезарядка тут 10,7 секунд. Что определенно для калибра много. И у нас не так много орудий, чтобы принять это КД. Да у нас даже фугасов нет, чтобы принять эту перезарядку и, типа, кого-то неспешно выжигать. Я, конечно, понимаю, что корабль все равно в балансе. Приемлемый урон он на своем уровне наносит. Но затащить, действительно изменить ход боя, вы навряд ли сможете. Ваш огневой потенциал невысок. И с этим вы ничего не поделаете. Майсур – корабль для удовольствия. Которая, видимо, достигается просмотром островов из дымов. Ну или модели кораблей. Во время перезарядки орудий ГК, конечно же. И привести иной пример я не могу. Я не особо много на этом аппарате играл. Может, что-то необходимое для легендарного нагиба даже и упустил. Но, на мой взгляд, его просто нечем достигать. Корабль скучный и унылый в плане ГК. У него, правда, есть еще зародыш ПМК, но, само собой, оно бесполезно. А значит, артиллерия в целом не впечатляет. Каких-то торпед тут тоже нет. То есть, какого-то аргумента для большого разового урона и возможности потащить здесь не найти. Из характеристик остается в итоге только ПВО. И оно, к слову, тоже ни о чем. Сбивает крайне мало и неохотно. Ну, может, только авики четвертого уровня более-менее можно сбить и то после их атаки. Дело в том, что у этого корабля две ауры. Дальняя до 5,8 километров с уроном 53, а средняя до 3,5 и уроном 161. То есть, вы понимаете, что основной урон в средней ауре. А она недальнобойная и не успеет быстро нанести необходимый дамаг самолетам. Ситуативно, конечно же, может произойти чудо и ваши разрывы попадут по авиации. Но какова вероятность, что две тучки с уроном 1120 и диапазоном действия от 3,5 до 5,8 километров будут часто попадать. Как бы шанс это есть, но это скорее редкий случай. А значит, авики можно контрить либо сидением в дымах, либо совместно с союзниками, либо маневрами, что не особо-то и выходит. В результате, авиация представляет серьезную угрозу и забивает последний гвоздь в крышку удовольствия. Но нам перед каким-то общим итогом по кораблю надо рассмотреть еще его сборку. Так что этим и займемся. В плане модернизации корабль для максимально эффективной игры выходит дорогим. Ему надо сразу две мотки за уголь, что как бы не каждый может себе позволить. В первый слот основное вооружение, во второй слот гидроакустический поиск, или в бюджетном варианте защита машинного отделения. В третий слот дымогенератор. Альтернатив тут быть не может, эта мотка строго обязательно, но уж прям если в сферическом вакууме нет возможности ее взять, а играть сильно хочется на этом, то я бы взял орудие главного калибра. Более бодрой башни добавит комфорта в реализации всего ГК. Ну и в четвертый слот рулевые машины, потому что энергетичка, я так понимаю, уже встроена в корабль. Что касается перков, то буду рассматривать топового кэпа, ну как говорится новые реалии, и обзор то останется надолго. Поэтому берем наводчика, мастера снаряжения, суперинтенданта, мастера маскировки, отчаянного, и на самом деле это те минимальные перки, которых достаточно для игры. Но можно добрать в будущем отличник артиллерии и неравный бой. Их бонусы хоть и требуют определенных условий, но все-таки порой могут и сработать. Тем более особо брать-то больше и нечего. Хотите, конечно, усилять и ПВО, но толку от этого много не будет. Ну и последнее, что осталось, это боевые сигналы. Сьерра Майк, Новембер Фокстрот, Индия Дельта, Икс Рей Папа, Сьерра Браво и Джули Чарли. В общем-то, как-то так я и играл. Теперь подведем итоги. Крейсер Майсур очень похож на кличку, исходящую от его названия. Потому что корабль вялый и не выделяется чем-то уникальным. Можно, конечно, возразить, мол, первый крейсер Содружества на ББ, он очень уникален. Только вот это не первый крейсер в игре с такой особенностью. Расходники ему также не добавляют уникальности, а просто и приводят в баланс. Потому что без них это вообще не нужно было бы баркас. А так для любителей неординарного геймплея может и подойдет. По ходу обзора я говорил, что игра строится от дымов и ожидания перезарядки дымов в большей степени. Ну и за время жизни, если не ломиться на противника, можно нанести более-менее хороший урон. Только смысл от этого в корабле не появляется. Есть Перд с такими же дымами, он может тащить. Есть Хуан Хе с такими же дымами, он может, как это неудивительно, тоже тащить. И появился теперь Майсур, он может им завидовать. Я в корабле не вижу абсолютно ничего привлекательного, ни с точки зрения геймплея, ни с точки зрения фарма, ни с точки зрения удовольствия, ни с какой точки зрения. Это просто корабль, на котором можно пострелять ББшкой и немного поплавать в дымах. Может, кому и зайдет. Но, как по мне, лучше взять Перта и нагнуть. Были бы тут фугасы, то можно было бы и принять некие альтернативные варианты игры. Мол, крейсер редко стреляет, но зато хилка есть. А значит, какие-то дуэли можно и потянуть. Но игра чисто на ББшках легко может контриться. И в силу этого в боях сложно. А после бессмысленных сливов еще и обидно. Короче, этот корабль может служить только памятником в порту. По крайней мере, в моем восприятии. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Ставьте, конечно же, пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Только стримы не смотрите, там матно. Ну и вступайте в ряды спонсоров. Всем пока и увидимся в боях.